Послание апостола Иоакова, 4 глава, 4 стиха. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Вражды и распри были всегда, начиная с райской обители. Вражда против Бога, вражда против ближнего, против начальствующих, против священцам, между собой. А причина какая? И он говорит, не отсюда ли? Вопрос, чтобы сами постепенно доходили, в виде вопросов. Не от вожделений ли, которые в каждом человеке и воюют они? Просят, подталкивают нас эти вожделения. А что такое вожделение? Мы посмотрим по Слову Божию. Книга пророка Даниила, 13 глава, 11 стих. Трагическая история. Самое слабое звено в государстве это суды. И особенно сейчас в России. Безумие. Везде кричат, пишут в газетах. Ужасно. А то ли дело было в Израиле. В Израиле тоже хватало делов. Живет человек, богатый, прекрасный и жена красавица. И Аким, и Сусанна. Ясно, что у таких людей на приеме бывают и губернаторы, и первые лица в крае и в государстве. И вот два прокурора, или два судьи, израильских, возымели похоть на его жену, на Сусанну. И все обдумали. И выбрали такой момент, и что они отвечают будут. Они же знают. Юридический институт кончили. Огромная практика, как людей сажать, как брать взятки. Вот все рассчитали, но один урок им не преподавали. Что есть бог, который все видит. И есть бог, который не только видит, но и слышит, и отвечает. Вот это ни на одном курсе не преподавали. И вот тут они споткнулись. Они устроили засаду. И когда она отослала служанок своих, идите, принесите там мыло, полотенце, в бассейне покупайте. Они в это время выспешили. И написано так. Но они стыдились объявлять о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. Притом двое сразу одновременно пришли. И если бы она согласилась, они бы от нее отстали разве? А вот теперь мы на тебя имеем компромат. Они согласились, они обдумали как. Забежали, мы зашли в сад случайно, а тут юноша с ней был. Мы его схватили, он вырвался и убежал. История печальная для них. Ее повели на казнь. Ничего не расследовали два свидетеля. Никакого расследования, ничего не было. Ни юноши не поймали. Какие доказательства? Вообще юриспруденция была никакая. Два свидетеля достаточно было. Да два свидетеля на любом углу сейчас найди. Вот я у него отнял деньги. А ему нужен на выпьех. Он тебя обвини, что ты у него отнял. Поэтому он бомжем стал. И ее приговорили сразу же к смертной казни. Мимо проходил юноша, будущий пророк Даниил. И он говорит, настолько были неразумные. Не расследовав, приговорили душу невинную. За ней никогда этого не счастливилось. Ничего нет. И он их сразу развел по сторонам, допросил. Где ты видел? А следователь допрашивает. Из какого оружия стрелял? В какое время? Куда дел? И на этом они их подлавляют. Под дубом. А дуб один. Отведите. Он солгал на свою душу. Второго спросили, где? Под моржевелым кустом. А тот в совсем другом месте, в саду. Все. Но в Израиле было прекрасное правило. Что ты желал кому-то сделать? И подтвердилось. Воздайте ему. Их обоих сразу же казнили в этот день. Вот так. Два саддама в один день закончили свою жизнь. И пошли в ад. Вот надо молиться, чтобы Господь, лжесвидетели всюду, везде сам разбросал. Их не было. Двое не могли вместе собраться. А чтобы закон, второзаконие 19.19 срабатывал, каким-то образом делись в законодательство. Что ближе ему желали, вот эти лжесвидетели, репрессии были, Россия сразу бы очистилась. Вожделение – это страшное дело. Матфея 5.28. Христос говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал сердце своем. Опять вожделение касается другого пола. Но было вожделение и на свой пол, походствуя мужчину на мужчину, делая срам. А где вожделение, там смерть. Потому что раз вожделение и есть, почему? А написано так. Не просто смотрят. А как написано же у Якова 4.3. Просите в молитвах и не получаетесь. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для своих вожделения. Не просто посмотрел, а употребить, сделать, добиться. Вот откуда все. Откуда богатство. Откуда распри, межгосударственное недоразумение, войны, от вожделения воюющих членов. Завоевать чужую территорию, чужой дом, чужую жену. Послание Галатам 5.16. Павел говорит так. Я говорю, как избавиться от вожделения. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение и похоти вашей. Вот Авраам не исполнял вожделение. А как Господь сказал, так и сделал. Но вот сегодня мы видим другое. Имя Авраама люди носят, а исполняют свои похоти. По пять яхт, которые ему не нужны. Меняют жен. Грабят друг друга. И причина одна – вожделение. От предела вожделения никакого нет. Притом это сверх норма. Чего не требуется ни организму, ни душе. Избавиться одно – поступайте по духу. Садись за партой и начинай говорить. Душа выше тела. А у души должно быть одно – вожделенное обещание. Слово «вожделение» в духовном смысле всегда положительное. Как вожделенны сады Твои, Господи, и вожделенное обетование Твои. Так пророк восклицает. При мудрости Соломона, 15, 5. Взгляд на них возбуждает в безумных похоть и вожделение к бездушным. Когда они взирают на мертвое изображение. Эта вещь и это выдало. Я долго размышлял об этом. Как к нам относятся? А это икона почитания, которая вылезла от этого безумного мироточения. Икона на икону положит, от энергетика от нее отойдет. Что-то будет, прикоснешься, наэлектризовывай. Этот взгляд вожделения на бездушное прямо относится к нам. К баптистам это не относится. Потому что у них этого нет. У них в другом плане. У нас материально именно на иконах. Вожделение к мощам. Режут кресты дома. Это вожделение. Вожделение к мертвому. Особенно богатое это было монашество. Что бы где ни случилось, все это уже тиражировалось. А там было доказательств никаких нет. Ни по житиям, нигде вообще нет. Явился ангел, сказал. Да явился он или нет. А перед этим написано. И дьявол часто приходил, и с похомием беседовал, обманывал. Да где же гарантия, что это отрасль-то не дьявол был, а ангел-то? Какие доказательства? Никаких нет. Вожделение. А вот я буду что-то испытывать, я буду молиться, и у меня какой-то экстаз будет. Я в тонком сне это увижу. Это вожделение к бездушному. А как избавиться? Помышляйте о духовном. А о духовном можно размышлять правильно, только зная Священное Писание. Сирахам 19.31 Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделения, то она сделает тебя потехой для врагов твоих. Что нужно? Всегда думай, могу я без этого обойтись или нет. Я однажды это понял, и после этого стал радоваться. Зайду я себе в магазин, посмотреть, кому рыбки плавают, а что-то купить охота. Выйду и в конце, не пожалел. Я ничего не взял, мне это не надо. Отсмотри свою комнату, ничего лишнего нет. Нет. А что бы еще хотел? Пока ты чего-то желаешь, ты все еще бедным златоуз говорил. У тебя не хватает одной детали к машине, одного колеса. Все, ты беднее всех. Сирахам 20 глава 5 стих. Люди удовлетворяют похоти своего сердца, и они будут осуждены. А сопротивляющиеся вожделением продлит жизнь свою. Значит, вожделение приходит, его надо обнаружить и сопротивлять, и не доводить до исполнения. Самое главное. А если у тебя было вожделение, и прошел мимо, чем это должно закончиться? Благодарением Богу. Искушение было послано, но была одержана победа. Сирахов 24,4. Молится так. Господи, отче и Божьей жизни моей, не дай мне возношение очей, и отврати от меня вожделение. То есть не считай себя, что ты превыше всех. Сирахов 37,34. Красота жены вожделение всего для мужа ее. А какая красота? Миловидность обманщика, все это проходит. Конечно, красота души. А этому совершенно не учат. Будут, говорит, беседовать, уроки делать с умной студенткой. А как погулять, ищут с Мазеевым. А это еще Соломон знал и видел. Бытие 3,6. Говорит о происхождении вожделения. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Испытать. Всего один укол. Узнать. А что такое наркотик? Маленько выпить. Ну, подумаешь. Я немножко. Отойди от этого. Это никакого знания не дает. За этим вожделением следует смерть и поражение. Пророк Исаия 1,29 говорит так. Они будут постыжены за Дубравы, которыми садили для себя. Все, что сегодня люди делают для вожделения, это постыжение. Все эти мавзолеи, памятники, из-за них сегодня прямо сражаются. Ушли, другая республика. На государственном уровне бьются, порвать отношения, как-то наказать. Никому не нужен бронзовый памятник, освободитель. Полное, абсолютное безумие. До этого пока не ставили. Ну, воздух был нормальный, нормальный. Звезда за звездой не цеплялась. Ну, а что убрать-то? Да он и не нужен. Он стоит не на месте. Да он вообще не нужен. Если что-то нужно, только напоминающее о душе. Помышляйте о горнем. Исаия 44,9. Делающие идолов все ничтожны. И вожделения из них не приносят никакой пользы. Скажут, а как же вы сказали мироточивые иконы, а люди исцелялись? Ну, и без этого исцелялись. Никогда не прилагайтесь сердцем к тому, что вожделенно. Вот посмотрите, когда входит диакон или священник, кадит в храмах. Ну, у нас этого нет. Везде разворачивается, свет ловит. Мало того, руками плещут на себя. И сразу руками утираются, захватили благодать. И чего только нет. Вы пойдете сегодня в храм, в Покровский собор. Не участвуйте в вожделенных этих поступках. Они любят бегать по храму с тарелкой. Никогда не плодите. Даже не замечайте. Закрой глаза. Тебе хочется помочь храму? Ну, приди там один миллион, положи в ящищник. Да и стой спокойно. Пораньше, на полчаса приди. Что бы они там ни делали, что им кажется хорошим. Купля, продажа никогда не учишь. Это все вожделение. И вожделение эти крепкие корни имеют. Попробуй покуситься на это. Как будто ты покусился отнять истинную православную веру от них. Какие у нас есть все эти порядки, так и держите. И вот, говорит, откуда у вас вражды? Слово вражда в Священном Писании встречается 57 раз. От вожделения появляется вражда, зависть. Немного посмотрим. Третья книга Етр 12.18. Говорит о будущем, что произойдут разные распри. И царство будет восставать на царство. От чего? От вожделения? Захватить большую территорию, распространить свои идеи. Покорить менее сильные народы себе. Это все вожделение. А сегодня мы знаем самый высокий уровень жизни не в крупных государствах и забота о человеке. А там небольшие, как Дания, как Швеция. Совсем маленькие государства, которые терпели поражение от России. Сегодня уже разбирают, что Россия, вожделея на чужие земли, потерпела сокрушительное поражение. И если бы тогда не были шведы разбиты, Россия была бы другой совершенно. Это сегодня же все историки говорят. Второзаконие 1.12. Говорит о распри и вожделениях, которых не должно быть в народе Божьем. Псалом 54.10. Давид сокрушался и в молитве выражал свою мысль. Говорит, я вижу насилие и распри в городе. И с раннего утра буду истреблять всех, которые не несут мир. Распри отушится духовным. Двое где-то ссорятся, нас это не касает. Если ты близки, хорошенько подумай, побеседуй с Богом и найди какое-то слово из Священного Писания. Ты сегодня умираешь, это нужно. Вот прямо ставь перед последним днем. Сегодня тем более день прощенный. Как удобно говорить о разных распри. Вы даже не знаете, сколько враждующих в распри находится в одном городе Барнауле. Практически в каждой семье. Никакого исключения. И когда говорят, они прожили 50 лет, муж с женой никогда не верят. Если они не верующие и там нет ни распри. Это означает перевернутое состояние. Это означает муж в подчинении у жены. Везде, где говорят, что мы живем мирно и прожили в любви, это значит, что жена под каблуком ее всю жизнь продержала. Дьяволу стоит перевернуть пирамиду, и сразу наступает полный мир. Там, где муж держит твердо позицию главы, там никогда мира не будет. Почему? Потому что сатана против тебя воюет, а сатаной мира нет. Бог дал определенное правило. А у нас такие родители были, они нас никогда не наказывали. Ответим, еще не вечер. Вас ждет тюрьма, разврат и развод. Там только настоящий мир. И не будет распри в семье, где строжайшая дисциплина, полная иерархия. Жена подчиняется мужу и дети обоим родителям. Почему? Помышляйте о духовном. И у вас не будет вожделения плоти. Галатам 5.20 уже в Новом Завете апостол говорит, дела плоти известны. Это распри, вражда, зависть. Где бы ни была распри, то есть спор между двумя, несогласие. Это все по-плоцки. По-духовному решается очень легко. Ты только за свидетельство иеретика после первого-второго разумления прощайся. Спора никакого нет. Ты свидетель. За свидетельство отойди. Не надо ему ничего доказывать. Дай ему материал, дай книгу, дай брошюру. Пусть он посчитает. Нет, ну и отойди. Теперь только молись. И молись, Господи, утишь и распри. Рассей замыслы иеретиков, чтобы ни одного не осталось. В 1 Тимопееве 6.4 Апостол Павел говорит так. Чтобы и избегали мы славопрений, от которых происходит распри и злоречие. Не будьте в этом вопросе азартными. А он не соглашается говорить против. Спокойно за свидетельствуй. У нас сегодня может быть вполне испытание. Когда придете пораньше на улицу с кем-то встретитесь. Или выйдете. Прошу в церковной ограде. Никогда ни одного слова не говорите. Это не наша территория. Там имею в виду. А как за ограду выше территория города. Да и как говорить. Не славопрениями. А приводите к двум словам. Библия и Христос. И очень легко говорить. Вот присылает мне письмо. Не кто-то, а руководитель газеты. Черная сотня. Вся газета направлена на борьбу с евреями. Что они захватили власть. Он отвечает на письма на все. Я ему только одно письмо ответил. Ты веришь ли в Бога? Во Христа и что написано? Сбудется только по Писанию. Ты возблагодарил Бога, что евреи сохранили нам Библию. Маши никогда мне не ответили. Только сказали. Прихвости не еврейские. Они ничего не могли больше сказать. Ты заодно только возьми, что у нас есть Библия, которой никогда бы не было, если бы не еврейский народ. У нас не было Божьей Матери. И все на этом. И за дневник. И газеты эти продают в Никольском соборе. Это явно, что ведут на расприю. У нас тут был веромонах духовником, был черной сотни. А не перестал когда быть? Да когда с нами познакомился. Возьми это на всю жизнь себе как благодарность, что тебя от прихоти избавили. Ты не стал руководителем и исповедником тех, которые на расприю ведут народ, живущий на территории России. Выход только один. Помышляй о горнем. И это пройдет. Иоанн 7.43 И произошла Христе расприя в народе. Расприя не будет никогда, когда мы запомним слова. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Все. Бог Отец равен Богу Сыну, равен Духу Святому. Все распри кончится. А он не верит. Отойди от Него. Сам Христос, живя на земле, не сумел людей убедить, что Он действительно Бог. И против Него это было главное обвинение от просвященника. Будучи человеком, делаешь себя Богом. Деяние 23.7. Когда он сказал это, Павел, произошла расприя между парисеями и саддукеями. И собрание разделилось. А кто являлся причиной Павел? Из-за нас кое-где может быть расприя. Но только на основе той, которая здесь указана. Что Христос Спаситель, что Он сошел на землю, Он умер за нас. Что кроме Христа нет нигде спасения. Кто не омыт кровью Христа, не принял крещение, не вошел в церковь, у него нет надежды на спасение. Произойдет расприя. Но в этой расприи мы не виновны будем. Другого я не нашел, где бы из-за нас возникала расприя, и вина не пала на нас. Ксету 3.9. Рас при озаконе удаляйся. То есть никогда не спорьте. Какое? Два перста или три перста? Вообще никогда на эту тему не разговаривайте. Дух Святой исходит от Отца или от Отца и Сына, как с католиками скажут. Я православный, я исповедую так. Православные молились и двуперстные, и троеперстные. И больше ничего не говорят. Потому что все это недоказуемое. Рас при озаконе удаляйся. Это тоже сюда подходит. Послание Криминам 1.29 говорит, что люди, живущие по плоти, будут исполнены расприей. И все они происходят от вожделения. Одержать победу, желание другого показать недоумкам каким-то. А ты подумал об этом, что эта встреча может быть для него решительной и последней, если ты показал бы кротость. Вот почему святые отцы в канонах показали, в беседах с серетиками покажите кротость. И кротостью и смирением привлеките их на сторону православия. Аминь.